приветствую вас уважаемые мои подписчики и гости канала и как говорит один мой хороший знакомый с youtube игорь и вот я возле своего прудика снимал снимаю и буду снимать показывать как есть как живет мой крудик ну и два меньших но об них потом как-то пришел свинок своих покормить то без карпиков ну и не только карпиков и раки и лень и толстолоб ну а мура три штуки было цапля мне их уничтожила выглядим мы так хорошее утро скворцы хулиганят кормят своего потомства шумят бесятся кругом летают собирают червей все что может быть рядом на поле аисты словлю сейчас не словлю их-то много там и там далеко тут пару десятков и сейчас ходит птенцов своих раз кормят уже птенцы топа вылупливались вот собирают там себе добычу было и тут повеселее было много лежу лягушек те года очень много лежу лягушек и даже весной было много лягушек сейчас тишина цапля их все короче уничтожила есть тут но немного раньше было идешь просто прыг 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 в воду сколько их было сейчас нету когда я раскусил почему малька стала меньше в прошлом году это уже увидел что малька нам порядок стало меньше не знаю почему пока не начал просматривать камеру и не увидел что тут трудятся утки а вон полетела цапля вот подруга летит на нас прямо если я не ошибаюсь или что-то на нет это коршун походу вместе с этими вместе с аистами вот парочка живет тут ну это даже не я не знаю что это за коршуны но не такие огромные блин прям прям орлы какие-то вот они целое лето тут кружат где где там у них там гнезда делают я не знаю но тут мышей по ходу на этом поле немало потому что то там рожь росла то пшеница видно это все дело потом земле еще остается и они это дело кушают так вот когда я просек что здесь помогают мне утки с мальком разобраться я начал просматривать эту камеру увидел как они тут все это дело правят ныряют и с этой стороны вот в основном пока пока я не понял что это инфракрасная подсветка с камеры с видеокамеры и они короче видят в инфракрасном свете она вот бьет там на на 30-40 метров вокруг себя на ночью пишет я натянул просто вот такую я уже показывал это просто огуречную сетку вот два куска я протянул поставил и все и они сюда перестали лезть по периметру же от цапли я вот тоже натянул такую же огуречную сетку накинул на эту нитку которую на колышке навязал вот она огуречная сетка все цапля уже к воде не идет потому что берег глубокий ей чтобы охотиться нужно чтобы она стояла ногах и а вот эту сторону почему-то на той стороне там заросли она тоже и глубина не дает ну не давали возможности нормально там охотиться вот так поэтому вот такая вот сеточка решила проблему но я понял что проблему лишит можно и по-другому не обязательно сетка от цапли именно так вот от цапли достаточно натянуть пару пару рядов вот такого вот шнурка все тогда когда был только один верхний она просто пригибалась и приходит подходила к берегу через два она не кумекает шоу как переступить про не полезть она она просто не идет она она ушла отсюда ее нет нету нету оставила в покое мой прудик значит еще немножко поправку сделал с кормушкой прошлом году у меня была основная кормушка 1 вот здесь на мостике теперь я дополнительно поставил еще с одной стороны и с другой стороны кормушки корм поедается мгновенно потому что ну видимо каждый в своем своем определенном там месте тусуется может не все плавают по периметру там или как там сказать ну короче моментально я вот сейчас положу корм и через час его уже не будет это не потому что его недостаток корма корма достаточно но но и съедается он на порядок побыстрее что еще можно сказать по уходу за прудом за прудом за прудиком что известкование обязательно невзирая на кислотность воды я был замерял она была у меня 7 и выше 7 с половиной даже до восьми там прыгала это не показатель надо известковать по-любому по-любому весна-осень если прудик на пруда не известкованный не хотите болезни и не хотите проблем с рыбами известкуйте потому что я поплатился десяткам хороших карпов за такое дело которые начали по весне активно питаться рыть этот мул ил мул вот кувшинки зацвели не кувшинки кубышки я думал может амуры их схавали но это они вытянулись его смотрю под водой там их еще лезет цветоносов много в этом сезоне не буду не буду амуром закидывать пускай немножко еще прудик под зарастет в следующем закину чтобы они мне его немного почистили по побольше а пусть еще пока созревает но всю длину сетка я же сюда у меня а дальше от цапля там и не ходила поэтому до сих пор хотя нет к этом по периметру натянута в два ряда но она туда не доходила берег обрыв из обрывистый и вот укреплен он травой то есть он уже больше не осыпается воду значит под этим всем делом прекрасно раки понаделывали норок вот весь берег там изрыт но я еще буду дополнительно конечно трубки пилить кидать дойдут руки все будет сделано ну пока так значит зерна целого я не кидаю рыбам я меня есть корме измельчитель андия милю курям тоже мешаю и осыпку разные разные зерна они пшеница там и тетракалий и ой третикалий правильно и и что еще и кукуруза ну короче что есть любая крупа ну рыбам отдаю больше кукурузы потому что как бы нагуливает карп мы дай другие рыбы на кукурузе и хорошо едят все и караси и вообще все вот это вот смесь эту я просто кипяток воду доложу до кипяток до кипения засыпал три литра получается вот на эту шестилитровую кастрюльку засыпал и все она запаривается и вот такого вот вида кормушка запуталась немного но покажу все-таки кормушка вот хорошо посмотрел на ютюбе на на бутылочки и и кидать не на не на белой на той белой штуки прессованной на бутылочки хорошо плавает как бы и это вот на сеточку выкладываю корм жидкий не жидкий такой средней консистенции чтобы воде не расплылся ну вот как то так вот такое вот красивое утро можно ставить пальцы вверх можно ставить пальцы вниз как кому угодно я не матем не монетизированы мои каналы я за это не получаю денег но думаю если бы дам сам господь бог выкинул какие-то ролики все равно нашлись бы удальцы умельцы которые бы палец поставили вниз поэтому я не к этому отношусь философски как кому нравится так это нравится мой канал пожалуйста приглашаю смотрите не нравится ну конечно есть покруче каналы я не профи в роликах снятия роликов и так далее рассказываю как получается как умею как для меня доходит так вот насчет тех кто любит рыбалку рыбалку на своем пруду ловить рыбу и отпускать на удочку это называется рыбалка это называется калечить свою рыбу и отпускать и снова в обратную пруд ну хорошо если там за губу зацепите килограммового карпа там или больше а если он заглотит крючок поглубже что-то да не раз было после такой рыбалки что карп через сутки-двое всплывал поэтому я не сторонник такой рыбалки я планирую сегодня сеточку протянуть поскольку я прошлом прошлой осенью еще получил сеточку войска к каистов на собиралась на поле так вот сеточку затянул просто контрольный облог сделаю чтобы это завтра день пограничника священный праздник в сороковый раз буду отмечать его и поэтому надо пару карпиков отловить запечь думаю что сниму на видео результат облова вам покажу ну вот как то так на на эту минуту нашего доброго утра буду сейчас кормить и заниматься другими делами красота цветет все воздух воздуху водоема он свое дело делает даже даже у такого небольшого дышится по-другому совсем господа я такого еще не видел я не думал что у нас вокруг и так много аистов здесь только знаю три-четыре гнезда но их сейчас реально сотни на поле я не покажу камеры как это все равно аисты и вороны кого больше не знаю что они там троща там аж дальше в этом он прям поле белое как прикольно вот банда малька жирует с утра на шевелиться знаю группе не будет начали всплывать картики не делал известкование сделал первый раз не взвесивши было мало короче на такой труд надо 7 килограммов поэтому сегодня добавляем добавляем известь посмотрим на эффект процедура то тоже все разбодяжили в ведре черпачком водичку так что не надо надеяться на чудеса надо положено изысковать я не изысковал потому что как бы получилось померял ph воды 7 с половиной был до 7 7 с половиной что-то посчитал что это щелочная вода но тем не менее какое-то что-то пошло не так и рыбка начала всплывать поэтому делаем чуть-чуть усиленное